привет, я Александр Епифанцев. мы продолжаем работу в штутгарте на главной выставке автодомов и техники для отдыха CMT 2020. сегодня вашему вниманию супер короткий, супер легкий автодом, который я уже показывал на своем влоговом канале, делился фотографиями на нашей фейсбук странице, но сегодня мы вместе посмотрим, что же себя представляет Hymer Car Sydney GT. это лимитированная версия, которая включает в себя несколько, так скажем, компонентов оборудования, так скажем, которые уже включено в комплектацию. здесь много вещей касаемо именно дизайна, то есть мы здесь увидим с вами плиты, диски, уже установленную маркизу, тент тули амнистор. само собой, крыша, кстати, вот от крыши в этой модели отказаться нельзя. здесь она обязательная, ибо задние спальные места, которые вот мы увидим с вами через распашные двери, они вмещают только двух пассажиров, а передвигаться здесь могут целых пятеро, друзья. вообще, очень интересная машина в плане своей идеи, в принципе. я бы не советовал эту модель людям, которые хотят комфорт, располагаться в доме, подолгу сидеть, скажем, любоваться своим интерьером. это машина для тех, кто хочет быстро, с необходимым комфортом, добраться до точки и иметь на всякий случай кровать, кухню, запас продуктов в холодильнике и даже душ. ну, где-нибудь за городом, наверное, пока никто не видит, можно вытянуть лейку с кухни через окошко и помыться вот непосредственно, прям стоя на земле в тапочках. ни одного подлокотника, к сожалению, друзья, здесь нету. может быть, прикрутить можно самому, либо заказать опцию, но они здесь очень нужны. вот впереди водители, пассажиры в кабине сидят с подлокотниками, вот стакенными. у меня тоже хорошее кресло, которое позволяет еще его немножко даже подрегулировать. вот если сейчас откачусь вперед, максимально вперед, я могу практически лечь. и вы помните, что у большинства, у абсолютного большинства автодомов, вэнов второй ряд сидений никак не регулируется. все регулировки заключаются в подушках, которые вы можете себе под поясницу подложить, чтобы ехать было помягче, поудобнее, чтобы потом не разболелась спина. здесь можно расположиться очень удобно, но вот подлокотников не хватает. но для тех, кто на втором ряду сидений передвигается, доступен вот такой столик. его можно отстегнуть отсюда и вообще убрать куда-нибудь в багажник. что здесь можно еще? можно открыть форточку, если кто-то закуривает сигареты, вот может на ходу это сделать прямо вот сюда. общая длина автодома всего лишь 5 метров, друзья. я не поверил тому, что написано на табличке перед входом, но пришлось шагами пройти и убедиться. да, там что-то 4,96 всего лишь. то есть это полноценная машина-дом со всеми удобствами. ну, может быть, биотуалет надо будет поискать. по-моему, здесь в коробке он должен быть. на схеме я, во всяком случае, видел его. но здесь, в принципе, есть все для коротковременного, так скажем, проживания, все необходимые удобства. это дополнительное пятое сидение. оно ставится по желанию. хотите его, демонтируйте и оставляйте в гараже, если на нем некому сидеть по дороге. но я помню, что больше года назад, осенью, по-моему, 18 года я ездил в Италию, и нас как раз было 5 человек, музыкальная группа, администратор, и мы бы прекрасно здесь расположились бы. но если вам не нужна эта сидушка, вы можете ее убрать и поставить вместо нее вот такой вот дополнительный модуль. вот такая тумбочка, друзья. сложно назвать ее кухонным гарнитуром, потому что непонятно, что сюда вообще складывать, в принципе. вот такими двумя болтами она надежно крепится к полу, затягивается и едет с вами в путешествие. можно, наверное, развернуть ее этой стороной, посмотреть, что здесь. ну, в принципе, все то же самое, просто с другой стороны, друзья. но смысл в том, чтобы она открывалась. когда она стоит здесь, ее можно открыть, находясь снаружи, можно достать что-то изнутри, если нужно. на схеме этой модели автодома обозначен биотуалет, но выглядит он вот таким образом. сейчас он запечатан. то есть, если нужно с собой иметь биотуалет, то вы его берете, выкладываете. вот специально отведенное для него место, друзья. получается, что у нас есть внешний душ, есть биотуалет, есть холодильник. сейчас тоже вам покажу компрессорного типа. небольшой, но какие-то скоропортящиеся продукты можно здесь разместить. много тумбочек различных под продукты, под личные вещи, пожалуйста. итак, друзья, вот решили снять с задних распашных дверей, чтобы показать вам кухню. здесь два огня, мойка. мойка, кстати, довольно-таки большая. есть как раз душевая лейка, которую мы используем вот в этом положении, если хотим помыть посуду, руки, умыться. если не нужна, то убираем сюда. если нужно принять душ, пожалуйста, достаем ее, вытягиваем и моемся здесь снаружи. кстати, есть какие-то специальные палатки, типа аксессуар к этой машине или к машинам такого типа, которые делают палатку у вас с задней части. открываем тумбочку. я думал, что здесь будет шкаф, а здесь запас с водой. вы не удивляйтесь, друзья, у нас не так много времени порой, и мы заходим, и вместе с вами начинаем изучать тот или иной кемпер. поэтому я часто не произношу какие-то характеристики, которые вы, может быть, хотели бы услышать сразу. обычно вы их можете найти в описании к видео. длина, высота, ширина. высота этого автодома 2 метра 35 сантиметров. это я успел запомнить. ширина 2 метра 5 сантиметров всего лишь. то есть это легковушка по своим габаритам. здесь я вам показываю большое количество ящиков, друзья, ну, реально много. я просто хотел понять перед съемками, что же занимает это все пространство. ну, понятно, что есть холодильник, есть несколько полок. здесь я ожидал увидеть газовый отсек, но здесь тоже пространство для хранения вещей, друзья. а газовый отсек мы с вами увидим с другой стороны. давай мы поменяемся местами, покажем, как это выглядит. открываем ящик, за ним открываем другой шкаф и видим газовый отсек. помещается сюда небольшой 5-литровый баллон, но, тем не менее, хватит его, я думаю, на неделю готовки, причем такой активный, сварить кофе, завтрак. я думаю, вам более чем достаточно будет этого объема. закрываем обратно. искал горловину заправки воды снаружи, но она оказалась внутри, друзья. тоже запирается на ключик, на всякий случай. ну, так мало ли чего. итак, друзья, теперь вместе с вами будем укладывать кровать, оборудовать ее здесь. смотрите, я думал, что это будет гибкий матрас, а он тут жесткий, оказывается. ну, логично, было бы не очень хорошо, если приходилось бы какую-то деревяху опускать сюда, а тут просто уже в матрасе прочное основание, которое нам значительно облегчает эту задачу. в принципе, в два движения я оборудую здесь кровать. сейчас даже немножко попробую залезть сюда, таким образом показать, что я здесь помещаюсь идеально. ух, так, ну что, бьюсь головой как об ящик. ну вот, с моими, с моим ростом 174 сантиметра, у меня еще запас есть и в ногах, и в голове. хочу отметить, что колонки есть. музыка, которая воспроизводится будет с магнитолы в кабине, будет приходить сюда, так что можно поставить музыку и слушать. не знаю, я бы в движении, в нарушении всех правил дорожного движения, спал бы здесь, слушал музыку, нашел бы здесь розеточку для телефона, не знаю, сидел бы в айпаде, что-нибудь читал. вот такой, друзья, интересный вариант по заднему спальному месту. помещается сюда человек с ростом 180 сантиметров. давайте теперь опускать верхнюю кровать и посмотрим, как там. ну что ж, тянул за две рукоятки, сначала за маленькую, теперь за большую, и получаю кровать. вот в этом положении я уже не могу здесь стоять в полный рост, приходится немножко наклоняться. ну, а что поделаешь, что стоять-то? уже кровать разложена, надо идти спать. залезаю на лестницу. обожаю спать на втором этаже, на втором уровне, на втором ярусе. эта машина дарит эту возможность. прекрасное ощущение, друзья. вот каждый раз, как залезаю в эту крышу, хочется автодом именно вот с ней. здесь все видно, окна отстегиваются, антимоскитные сетки остаются, комары не летят, ветер проходит, можно смотреть на море, которое, допустим, там впереди, либо на сбоку, неважно, все видно. на зиму, но я имею в виду, там, какой-то небольшой минус. здесь есть такой аксессуар дополнительный, который утепляет эту крышу, и вы будете чувствовать себя хорошо здесь. кроме того, есть аксессуар, выходит из отопления и подает воздух прямо вот в это пространство. все очень круто, друзья. ортопедический матрас, если боитесь, что упадете. вот есть сеточка, которая надежно закрывает этот проход, этот лаз, так скажем, и сбережет вас от внезапного падения, если вы вдруг лунатик. ну, слушайте, думал, что залезать будет сюда как-то сложно, неудобно. все в порядке, в принципе. никаких вопросов у меня нет. ну, наверное, какой-нибудь очень неповоротливый человек тут будет испытывать сложности. вот, друзья, отверстие в полу, часть, так скажем, системы распределения воздуха. сюда заставляется, защелкивается специальный аксессуар, такая труба гибкая, и идет наверх. там, соответственно, тоже крепится, и воздух прям струей направляется туда, и там становится жарко. надеюсь, у меня получится как-нибудь провести эти испытания. у нас сейчас на площадке как раз стоит машина Hymer Car Airs Rock, вот с такой же подъемной крышей, с таким же трубопроводом, но вот эту трубу, наверное, нужно будет купить в каталоге аксессуаров для автодомов Hymer. ну, что ж, друзья, замечательный автомобиль, мне очень понравился. я люблю быстро передвигаться. эта ракета может разогнаться ну, где-то до 170 км в час. дальше я не пробовал. мои коллеги, которые как-то перегоняли подобный класс автодома с завода Hymer, это как раз был Hymer Airs Rock, который стоит сейчас на площадке. сказали, да, до 160 они разгонялись. это, конечно, многовато, но если машина едет, а если сюда еще заказать двигатель, 160 наслединых сил, автомат, мне кажется, превращается в хорошую такую машину, в том числе для передвижения на далекие расстояния между странами, чтобы посетить огромное количество мест, посетить страны, города, посмотреть что-то новое. в общем, выбор за вами. хотите легкое, компактное, пожалуйста, хотите большой категории С и там, скажем, правый ряд 90 км в час. не осуждаю ваш выбор. это Александр Епифанцев, канал про дома на колесах. смотрите наши ролики, будет круто, если поставите нам свою оценку, положительную или отрицательную, насколько вам понравилось. делитесь видео в социальных сетях. до новых встреч. пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok